Вечерний шоу Аллы Доблатовой Приветствую всех, кто в нашей компании отмечает День библиотекаря. Я пригласила сегодня в гости издателей бренд-директора журнала Мари Клер, Алена Ткач. Здрасте, Алена. Добрый вечер. Потому что прочитала в вашем июньском номере о том, что вы провели целое журналистское расследование по поводу литературных негров и по поводу того, что оказывается за наших знаменитостей, а также еще и за некоторых известных писателей, оказывается, пишут литературные негры. А Лала, слово-то какое, вы слышите? Шикарное слово, мы на русском радио, поэтому мы не употребляем иностранных слов, мы говорим. А потом, знаете, ведь русский язык, он настолько мощен, красив и богат. Вот по-английски, как это звучит, литературный негр? Да, есть же на самом деле явление, это не новое, гост-райтинг. Гост-райтер, гост-райтер, ну что это такое? Да, как призрак, призрачный писатель, который как будто бы есть, а как будто бы его и нет. Вот именно, а литературный негр, это, понимаете, жирно, это, ты понимаешь уже. Ну, сразу понятно, откуда термин, потому что, в общем-то, явление-то не новое, и существует оно испокон веков, и Дюма, и Мопассан, мы знаем очень много таких случаев. Жирно на святое покушаться. Сейчас мы договоримся до того, я тут нашла уже, некоторые обнаглевшие доболтались, что Шекспир уже, видите, или не сам все написал. А кто еще его теперь проверит? Хорошо, еще Пушкина не трогает. Хорошо, Ален, почему тема назрела? И в данном случае я хочу узнать, зачем кто-то за кого-то пишет книги? А ламинины сердца были, когда мы готовили наш летний номер Мари Клэр, литературный номер, и, собственно говоря, вот мы говорим, книги не читают, книги не читают, рынок-то растет, книг в этом мире становится все больше и больше. Чтобы вы понимали, за вот по последней статистике плюс 10% от года к году. Так. И в российском масштабе, и в мировом масштабе люди хотят читать. И при этом, вот скажи, я хочу тебе задать такой вопрос. 10 лет назад, сколько ты знала инфлюенсеров? Это кто такие? Блогеры, люди, на которых ты подписан, вот эти вот симпатичные, красивые девушки, молодые люди. А сегодня? Сколько? Я и сегодня нисколько не знаю. Вот, сегодня, помимо каких-то классических вот наших вот артистов, президентов, да, была же огромная армия инфлюенсеров, лидеров мнений. Ну, ты знаешь, вот я тебе могу сказать, которые... Вот я тебе могу спросить, перебила, вот они мне вообще не интересны, потому что пирожок ни с чем. Потому что я считаю, что для того, чтобы человек что-то был лидером мнения, он должен в этом деле преуспеть. Нет, конечно. У меня есть одна знакомая, она мать шестерых детей, отлично выглядит. И вот она рассказывает. Вот я там воспитываю. Прекрасно. У нее три высших образования. Существует ли на этой земле такой человек, который способен быть на 100% талантлив во всех сферах этой жизни? Талантлива ли она писатель? Ну, думаю, что нет, иначе бы она была писателем. Было бы интересно людям узнать о ее опыте, как о блестящей матери шестерых детей, как она все успевает вдохновить, дать людям этот опыт на красивом, хорошем языке, чтобы точно такие же миллионы женщин во всем мире посмотрели, вдохновились. Ну, допустим, хорошо, я согласна. То есть я поняла, есть люди, которые преуспели в чем-то, но они не могут это сами описать. И поэтому появляются литературные негры, которые от их имени пишут книги. Все их читают, вдохновляются. То есть, в принципе, это позитивное такое явление. В том числе, конечно. Отлично. Ну, я думаю, что с первым вопросом мы разобрались. Дальше, сколько это стоит, мы выясним чуть позже. Так, ну что, издатель и бренд-директор Мари Клера Алена Ткач у меня сегодня в гостях. И мы разбираемся, для чего литературные негры пишут за знаменитости книги, а также за некоторых еще и серьезных авторов. Ален, значит, у вас целое расследование прошло. Кстати, я хочу спросить у наших слушателей, те, кто в ВКонтакте у нас может проголосовать, что должно быть в современной библиотеке. И там у вас три варианта. Уютное пространство, кафе и цифровой доступ к книгам. Второй вариант – это бесполезное заведение в 21 веке, все можно оцифровать. Или тишина должна быть в библиотеке. Голосуйте ВКонтакте. А мы пока разбираемся. Итак, какие интересные истории вам удалось раскрыть в своем журналистском расследовании? Может быть, интересные факты какие-то про каких-то там людей, за которых написали литературные негры? Слушайте, самым интересным фактом для меня лично было то, что некоторых авторов не существовало как таковых. Особенно в 90-е. Вот, например, мы нашли такое интересное имя, довольно популярное пару десятков лет назад, Марина Серова. Так вот, этой женщины, ее на самом деле не было вообще от слова совсем. Это полностью придуманный человек, за которым стояло много людей, которые, в общем, писали за нее книги. А про что она писала? Это были детективы и женские романы. Или, например, вторая история, которая меня потрясла – это Николай Леонов. Это советский и постсоветский писатель, который продолжал издаваться и с новыми произведениями уже после своей смерти. Да, совершенно верно. Ужас какой-то кошмар. Ну ладно, хорошо. Дурит нашего брата. Ну, есть истории повеселее. Ну, давайте веселее, да. Нет, ну, например, тоже интересно то, что не все литературные призраки, на самом деле призраки, очень многие из них встают в титры вместе с автором книги, и это называется соавторство. И это, на мой взгляд, такой более экологичный, честный способ для того, чтобы заявить. Но понимаете ли, когда он неизвестный человек, а автор известный, тогда его фамилия может стоять рядом с ним. А если фамилия того, кто написал книгу гораздо известнее, чем тот, чье имя стоит там, ну, тут просто как бы все зависит от этих факторов. Все переплетено, как пел Оксимарон. Кстати, поговаривают, что его одно из издательств уже несколько лет подряд окучивает для того, чтобы как раз Оксимарон издал свою книгу, но, собственно, он может ее и не писать. Это понятно. Так, хорошо. И кто еще написал не сам из знаменитых наших людей? Ну, из последнего, конечно, моя любимая история все-таки про Михаила Лобковского с его книгой «Хочу и буду», когда после выхода автор, настоящий автор текста Полина Санаева сказала следующее, что из-под ее пера вышел психолог Налаха. Вот как вам такое? Вот так, да? Отлично. То есть она, наверное, целых две книжки написала. Одну? А, одну. Все, я поняла. Хорошо. Хорошо. Михаилу Лобковскому большой привет. Вы знаете, он когда-то у нас выступал в эфире, что-то там даже говорил. Ну, правда, по телефону. Может быть, и по телефону это был не он. Наверняка. Современные технологии это позволяют, к слову. Да. А вообще, Лобковский есть или его тоже не делят? Мне кажется, что я видела его один раз. Ваша Марина Серова. Выясняем, зачем же знаменитостям, чтобы за них писал кто-то другой. А у человека, который целое журналистское расследование провел. Издатель и бренд-директор Мари Клера. Алена Ткач сегодня у меня в гостях. Алена, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. Да, ну мы выясняем, что же такое-то. Литературные негры. Ну, понятно, людям нужны деньги, они и пишут. А вот зачем же знаменитостям, чтобы за них писали? Вот в чем вопрос. Но только с той точки зрения, что они сами не могут написать, а хочется... Ну, а что, вот книжка, вот что дает книжка? Вот я выпустила книжку. Ну, звучит же. Звучит. Ну, когда это не ты написал, это же стыдно. Ну, про тебя же. Нет, про меня, если напишет Олег Рой вдохновиться и напишет роман там про меня, это одно, это как бы круто, да, это я вошла в историю. Или там Дарья Донцова. Нет, вот этого не дай бог. Да у Дарьи Донцова все детективы, не надо так про меня. Но вот ты же сам знаешь, что это не ты. Но это же как-то вот твое достоинство. Нет? Ну, поскольку традиция существует давно, мне кажется, что ничего плохого в том, чтобы пользоваться услугами помощников, нет. Другое дело, показывать их или нет. Мне кажется, неэтичным замалчивать, что ты это сделал в соавторстве с кем-то. Но, с другой стороны, амбиции многих, конечно, не позволяют им вот так вот во всеуслышание признаться в том, что у него не хватило таланта. Тем более, кстати говоря, это же очень по-русски, это такое очень наше, что книгу нужно выносить, выстрадать, да, что любое искусство должно пройти там семь кругов мытарств, диалоги с музой, ночи запоев, прокуренный диван, депрессия. Ну, не обязательно депрессии, но вообще надо выстрадать. Я тут согласна. Я хочу небольшой страдалице позвонить, еще одной своей подруге, Лена Борщева. Она тоже год назад приходила ко мне с книгой. Книга у нее получилась очень забавная, кстати, сильно отличается от других. И мне почему-то кажется, что Лена сама ее написала. Вот сейчас мы и выясним. Всем привет, Алла, привет. Привет, слушатели русского радио. Леночка, дорогая, привет. Скажи, вот чем ты можешь нам доказать, что свою книжку ты написала сама? Когда я писала свою книгу про юмор, как поймать юмор за хвост, я собирала разные истории из моей жизни, из жизни моих друзей. Конечно, я хотела, чтобы была история и от моего мужа, или про моего мужа. Так сложилось, что все истории, они, конечно, связаны сначала с такими негативными эмоциями. Может быть, даже ссорились мы по каким-то причинам. И одна из историй, когда Валеру не пустили в ЗАГС в коротких шортах подавать заявление. Дело было в Нальчике, хочу напомнить. И сказали, что у нас в трусах в ЗАГС нельзя. Вот, я захотела рассказать эту историю и спросила разрешение у Валеры. Он долго сопротивлялся. Но потом я приготовила пирог с мясом в виде сердечка. И все-таки он согласился. И его сердце не выдержало. Леночка, спасибо большое. Ну что, какой вывод я могу сделать? Все-таки когда-нибудь я книжку напишу. Но мне вот Алена дала тут сейчас совет. Я, наверное, поступлю так же, как Саша Цыпкин. Мы говорим сегодня про литературных негров, а также про знаменитостей, которые заказывают у этих литературных негров написать книжку. И прямо сейчас я звоню своему другу, товарищу, популярному современному писателю Олегу Рою. Олег, привет. Да, привет. Я хочу тебя познакомить. Издатель и бренд-директор Мари Клер. Алена Ткач сегодня у меня здесь. Олег, привет. Русское радио объединяет. Да, привет. Привет, Алена. Во-первых, мы знакомы заочно. Да, вот теперь будете знакомы. Теперь еще и в эфире. В эфире. Слушай, скажи мне, пожалуйста, ты когда-нибудь пользовался услугами литературных негров? Все-таки ты за 30 лет написал 64 взрослых романа. Да, надо было, если бы я пользовался, у меня где-то было сейчас под 300, наверное. И не вижу в этом ничего как бы плохого, потому что иногда, иногда есть просто некоторые авторы, и это не сегодняшним днем это все родилось. Это родилось уже давно. И есть совершенно потрясающие имена. Когда ты начинаешь сравнивать, сколько они написали, а тогда еще не было, ну там, возьмите Жюль Верна или что-то. Ты просто понимаешь, что человек физиологически не мог это сделать отдельно. Конечно, были помощники, но это немножко не негры. То тему, которую вы обсуждаете, это не редакторы, которые помогают, которые переводят. Конечно, это те, кто пишут за. Да, да. Это такая, знаешь, иногда бывает командная работа, когда тебе необходимо надиктовать еще что-то. Но дело в том, что действительно существуют и негры, которые сначала с нуля пишут все, иногда встречаются, иногда нет. И эти люди, они есть. Это абсолютно такая интересная категория людей, я к ней тоже принадлежу. Опа, ты тоже литературный негр. Так, так, так. Иногда да, иногда да, потому что, могу тебе сказать, это тот самый заработок, который тебе не даст ни одно издательство. Ну вот смотри, я тружусь 8 месяцев над одним романом, потом отдаю его там своему любимому издателю, издатель говорит, Олег, все хорошо, и я потом его продаю там какое-то количество лет, чтобы хотя бы какую-то копейку с него получить. Ну неужели все так плохо на нашем рынке? Все не очень хорошо. Все не очень просто. Так, ну а как литературный негр? А как литературный негр, я могу тут же заключить контракт. Вчера у меня на Новом Арбате была встреча, я заключил, я ударил по рукам. Почему? Потому что это почти 3 миллиона предоплаты, и это рублей, и это хорошая работа. Да, за 3 месяца я должен сделать, но это потрясающая совершенно работа. И ты понимаешь, что это хорошие деньги. Гениально, и самое главное, самое главное, вот сейчас Алена как издатель меня поймет, самое главное, вы работаете с лохом, ну извините, с непрофессионалом, он даже не может оценить качество этого продукта, в то время как издатель будет придираться, говорит, нет, Олег, ты что-то здесь не докрутил, нет, Олег, вот давай здесь перепиши. А здесь ты пришел, и у тебя сразу, вау, как круто, и там будет моя фамилия, и все будут дожиды, я так написал. Конечно, это во-первых, а во-вторых, давай не забывайте, у нас же существует сейчас совершенно нереально раздутый мыльный пузырь нон-фикшн. Совершенно раздутый мыльный пузырь, потому что теперь каждый блогер, каждый, вот все, вот ты хорошо делаешь ногти, ну казалось бы, ну слава богу. Я напишу роман о том, как это надо делать, я напишу, я напишу роман, я напишу роман, как выходить из конфликтов, как жениться, развести, и как правильно гулять по Патрикам, я всего напишу, и они все пишут, но из них никто даже не читал. Полетели-полетели камни в нашего Александра Цыпкина. Да, слушай, ну хорошо, хорошо, скажи мне, а для меня скидку не сделаешь, вот тоже 3 миллиона будет? Для тебя, для тебя сделаю, будет 2 850 миллиона. Нет уж, мой дорогой, я, если и напишу книжку, то напишу ее сама, может быть, при помощи вот этого самого доброго помощника по имени Редактор. Хорошо, Олешка, спасибо тебе большое, люблю тебя и жду в гости, оставайся на волне Русской Радио. Да, спасибо, люблю вас. У меня в гостях Алена Ткач, бренд-директор и издатель журнала «Мари Клер», ну и мы сегодня выясняем все про литературных негров, а также почему знаменитости не пишут свои книги сами, а пользуются услугами литературных негров. Ну, Олег Рой, мне кажется, потряс, 3 миллиона, то очень дорого. Ну, дороговато как-то, конечно. Ну, что, есть другие цены. Олег Рой, это, конечно, у нас понятно, что в соответствии со своей величиной. Кстати, ты знаешь, мне очень понравилась вот эта вот его ремарка, что я взял аванс 3 миллиона, да, то есть финальная вот эта вот цифра, она как будто бы и не прозвучала до конца. Да, это только аванс, то есть может быть еще больше, но на самом деле мы выясняли этот вопрос и узнавали цены, сколько же это стоит в России, и вы удивитесь, что базовые ставки литературных призраков, они начинаются от буквально 60 тысяч рублей. То есть это вполне себе сопоставимо, да, с обычной зарплатой редактора, то есть от 60 до 200, и дальше уже какие-то более талантливые, более эксклюзивные люди, которые пишут более яркие тексты, это, конечно, уже может быть от полумиллиона, миллион рублей, да. У нас был один автор, который признался, что за полгода работы литературным призраком он смог себе купить однокомнатную квартиру в Москве. Замечательно, непонятно в каком районе, но тоже ничего. В принципе, слушайте, ну, я предлагаю все-таки нам подвести итоги, я сегодня спрашивала, вот сегодня же день библиотекари, вообще всероссийский день библиотеки, я сегодня у нас в ВКонтакте выясняла, у нас была голосовалочка, я спросила, что должно быть в современной библиотеке по мнению наших слушателей. Вот 29% сказали, что уютное пространство, кофе и цифровой доступ к книгам, как вам нравится? У нас, отлично, правильно, главное это атмосфера. Да, 4% сказали, что это бесполезные заведения в 21 веке, надо все оцифровать, слава богу, что это всего лишь 4%. Ну, дело хорошее, нет, отцифровка это всегда на пользу, естественно, это все надо делать, безусловно, но... Но не закрывая. Конечно, оставляя альтернативу и возможность прикоснуться к прекрасному. Конечно, и, наконец, 68% сказали, что в библиотеке должна быть тишина. Да, это я помню, тихо, тишина, вы в библиотеке. Да, ну хорошо, это говорит о том, что большинство наших слушателей и тех, кто проголосовали, были... Все-таки знают, что такое библиотека, что они существуют. Да, слушайте, Ален, спасибо вам огромное, очень было все интересно, необыкновенно совершенно. Ваш журнал люблю, и в последнее время он стал еще интереснее, еще толще, больше, красивее. Ну и почитайте, друзья, вот этот вот летний номер, очень интересный, всегда что-то найдешь про почитать. А тем более у нас... Букв летом у нас очень и очень много. Это здорово, это прекрасно. Я с вами прощаюсь до понедельника, до 7 часов вечера. Оставляю вас в компании со Светланой Казариновой до полуночи. Пока.